На сегодняшней сессии Гомельского областного совета депутатов разглядели пытания по створению безбарьерного сяродя для людей с замежеванными мягчимостями. За четыре года реализации ответной державной программы у Гомельской области доброупорядковано больше, чем 700 объектов, что в четыре раза больше, чем плановалось с початку. Разом с тем, казаться об отсутствии проблем у этой справки по куль рано. Загученные подчас работы сессии информацией ознайомились наши корреспонденты. Зараз на Гомельшине распрасованный план-график по этапного створения безбарьерного сяродя у домах, где проживают инвалиды-спинальники. Усяго работы запланованное на амаль трохстах объектах. Для людей с инвалидностью это будет самое главное – иметь мягчимость без перешкод выйти с дому. Если мы в городе закупим достаточное количество автобусов, троллейбусов, но людям не будет возможности добраться и воспользоваться им, к чему тогда это нужно? Поэтому надо рассматривать эту проблему именно под таким углом всегда зрения. З мытой створения для людей с обмежаванными мягчымастями больше зрушных умов у новых шмат поверховых домах продуглеживаются сушасные лифты, якие спыняются не на первым, а на нулявым по версии. Что ты же с громадского транспорта, то зараз, каля 40% рухомого составу складаются так званые низкопольные автобусы и троллейбусы, а про шатаго есть потребования до транспортной инфраструктуры. При благоустройстве дорог улиц также предусматриваем понижение бордюра, значит, обозначение перед перекрестками, перед поворотами, чтобы эти люди могли беспрепятственно двигаться по нашему городу, по нашим вообще городам Гомельской области. Для больше эффективного выражения возникающих пытаний при формировании мясовых бюджетов на черговый финансовый год пропонуется обовязково продуглеживать у их сродки на створение безбарьерного сяродзя. Увагали, предметно займаться этими пытаниями у Беларуси начали только в минулом 10-ти годзе. За гэтый час зроблено шмат, але при этом вызначился и шарах проблем, которые потребуют додатковых затрат. У некоторых объектах социального призначения, напрыклад, тэш дверы рабили такой ширыни, что на звычайной инвалидной колясы проехать праз їх немагчыма. А праша таго на большинстве объекту створения безбарьерного сяродзя звычайно обмяжовывается только пандусами, прышым незавсёды беспешными для людей. В отдельных случаях недостаточное финансирование, а в некоторых случаях и просто недостаточное внимание специалистов или руководителей, которые должны этим вопросом заниматься. Понять, в первую очередь, необходимость этого обустройства и в конечном итоге делать. Скажу откровенно, что в любой ситуации, в любом здании, в любом случае можно найти выход из сложившейся ситуации и обеспечить доступ маломобильных групп.